И снова мы продолжаем наш разговор. Напомню, что мы остановились на том, что процессы у Маши меняются, процессы у Маши как бы двигаются вперёд. И вот о той программе, которая вам предстоит реализовать. И вот в свете этого, так немножко уточнение такого вопроса, скажи, пожалуйста, вот то, что каждый день происходит здесь в течение 10 дней, да, вы здесь были, это как бы понятно. А вот вы уедете. И есть ли ясность, как себя вести, как работать, как развивать Машу дальше? Да, конечно. Я, то есть, получила ответы, какие у него конкретно проблемы, касаемые, например, здоровья, да? Это один момент. Плюс воспитание, ну, это уже, соответственно, второй момент. Это мы знали и после первого раз, точно так же. Ну, и активные занятия. Что-то поменялось, потому что одно дело воспитания, скажем, вот когда она себя вела, другое дело сейчас, когда, в общем-то, мы возвращаемся к тому, что Маша становится, так сказать, не просто нормальным ребёнком, а личностью, вот то, о чём мы говорим всегда. То есть, каждого ребёнка воспринимаем как личность, и это личность, вот, которая сформировалась, вот, как бы, здесь, да, в результате определённых лечебных мероприятий, проводимых в центре. И вот уже общение с ней, как с личностью, то есть, это уже, наверное, немножечко, как бы, другое, да, другое. Так вот, есть ли ясность в этом вопросе? Вы знаете, что делать дальше? Ну, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Есть понимание. Да, есть понимание, тут главное уже само это с этим, в своей голове разложить по полочкам, как действовать дальше, да? И такой вот, да, подковыристый вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот, есть ли так где-то в глубине души, ну, такая вот мысль, что, ну, вот, если где-то что-то будет там непонятно, если где-то что-то пойдёт, вот, как бы, да, не совсем так, как планировалось, что есть всегда центр бордоведа, к которому можно позвонить, к которому можно поговорить и получить ответ на те вопросы уже вот на расстоянии есть. То есть, как бы, вот это вот присутствует. Ну, оно не в глубине души, оно ясно. У меня, например, я знаю, что если бы что-то не так, я могу позвонить всегда и спросить. То есть уже, вот, мамы, которые начинают, как бы, вот, общение начинают, да, может быть, даже, которые первый раз, я просто слышу, да, вот, иногда знаю, иногда мне даже пишут, что вот, не дозвониться, вот, неудобно беспокоить, ну, что же это мы так вот надоедаем, ну, вот, что подумаешь, что мы какие-то ненормальные родители и так далее. Вот, что ты можешь сказать родителям, у которых вот эта мысль присутствует? И была ли она вообще у тебя вначале? Слушайте, ну, честно сказать, я тоже к таким мамам немножко отношусь по поводу именно Давида, потому что я знаю его большую нагруженность, очень, загрузку, но, как я уже сказала, если мне припекает, то я уже начинаю названивать тогда. Вот, тут уже такое дело. Ну, и всегда можно написать. Вот, если уже написал, то уже Давид однозначно ответит всегда. Вот. То есть не надо по этому поводу, ну, грубо говоря, не надо комплексовать. То есть если есть проблема, то надо добиваться. Да, если проблема есть, то надо звонить и добиваться, если ты написал или написал, то он всегда ответит. Не надо волноваться по этому поводу. И что, я еще раз все-таки вернусь, потому что это не, ну, вот, в свете современных, скажем, да, тенденций, это не совсем обычно. Никто никогда у вас, ну, вот, Юля, не даст вот сказать, соврать, если это не так, никто никогда у вас не попросит никакой оплаты за вот это, причем независимо от времени суток и независимо от времени года, да, то есть в этом плане без выходных. Поэтому здесь надо, наверное, да, вот, Юль, опять же, вот к этим родителям, да, вот скажи, пожалуйста. Ну, я вот просто хотел сказать, что вот на самом деле вот в центре Бердарит, да, никто, вот, если поешь в любую другую клинику, да, ты отлечился и тебя уже, все, мы про тебя забыли. Здесь никто не бросает, как слепых котят, все всегда на связи. Это факт. И неважно даже, были ли люди на очном лечении или не были, все равно все дозваниваются до Давида и получают свою помощь. Ну, и, Юль, такой вопрос, наверное, на, так сказать, да, вот уже подводя итоги. Можно, можно я еще? Ну, естественно. Как обычно, как иногда, попрошу уточнить. Сейчас, сегодня в разговоре с одним человеком возник этот вопрос, то есть вопрос был мне произнесен, вопрос у меня, у меня это вот, я сейчас покажу, почему я за кадром, я просто произвожу, просто произвожу запись, поэтому я за кадром. Это все равно, все равно живой эффект. Ну, мы говорим о том, есть основания говорить о том, об излечении, не о лечении и, а об излечении. А, об излечении. То есть, что ребенок и взрослый становятся здоровыми, не о процессе лечения, который приносит материальную выгоду. А, об излечении, вот действительно ли такое существует, вот в том, что мы делаем, если основания говорить, что мы действительно нацелены на оказание содействия в излечении, не лечении, а излечении, причем не только ребенка, но и всей семьи, и не только физически. Ну, я уже сказала, да, что вот, например, если не все семьи говорить, да, что наши отношения с мужем изменились, да, после первого раза уже изначально. То есть, тут уже понятно, духовное какое-то такое в месте. По поводу, если ребенка брать излечения, что касается именно моей дочери, вот у меня тоже кто-то спросил один раз, ну, вот, может быть, это все тренировки и так далее, там, да, ты вот видишь улучшение, да, улучшение в этом плане. Ну, я так сказала, я могу ее научить что-то делать, там, например, какие-то такие бытовые моменты, да, или там пазлы складывать, или еще что-то, но ее настроение, я не могу на него повлиять. Если она у меня истерила просто так, без повода, и по поводу, и без повода, и тут у меня ребенок веселый, она смотрит в глаза, я ее не учила смотреть в глаза, но мне до этого не смотрела в глаза. Она смотрит постоянно в глаза, она улыбается, она стала сестру видеть, она ее не видела, не замечала, есть и есть, сейчас это у них любовь. На это я повлиять не могу, к сожалению. Это произошло. И это произошло, то есть, да, то есть я уже сказала, что у нас еще есть куча других моментов, да, почему мы и приехали второй раз, и не зря. Но вот эти моменты, я на них не могла никак повлиять. И вот... То есть если, сейчас еще раз, если я просыпаюсь, если я раньше просыпалась, ребенок просыпается, она кричит, вот просто с утра, то есть ее что-то беспокоит, явно, да, она себя плохо чувствует. То есть сейчас у меня ребенок просыпается, она меня обнимает и целует, и просто мне улыбает. То есть это дорогого стоит, этого могут понять только те мамы, которые это прошли. И вот я хочу о том, что говорил Давид, на минуточку так вот напомнить, да, вам и Юля скажут, что ее семья приехала из благополучной страны, из Швеции, где все как бы, да, на уровне, где все вот замечательно. Но тем не менее вопрос об излечении ее ребенка там, по-моему, даже и не ставился. Ну, так понятно, что не ставился. Мне тут сказали, что в последний раз наша психолог, наша задача не сделать ее нормальной, а чтобы она научилась как-то жить. Вот и ответ, и ответ. Я с этим не очень-то, не то что не очень, не хочу мириться. Вот, так вот, а сейчас вдумайтесь в фразу. То есть там, как бы, да, не лечат, а учат, говорится, с этим жить, ну, учат смириться с тем, что есть. Мы в нашем центре говорим, что не надо смириться, надо делать все с точностью, да наоборот. Вот, надо излечить ребенка и вернуть его... И его родителей. И его родителей, да. И вернуть эту семью, как бы, в общество абсолютно нормально. Не просто членам общества, ну, вот, обычным, как бы, смиренным, а наоборот, активным, которое это общество, как бы, ну, где-то, может быть, даже и в каких-то аспектах тянут за собой. Вот этот принципиальный момент, и вот я еще раз повторяю, это не семья, приехавшая, ну, скажем, из какой-то глубинки, где вот, ну, вообще там на уровне, там, ферческо-акушерского пункта и больше никого нет, а из столицы, ну, одной из самых благополучных, самых развитых стран мира. И, тем не менее, ответ по поводу здоровья ребенка был дан однозначен, и вы его услышали из уст. Вот в чем принципиальная разница работы специалистов нашего центра. И это не просто какая-то вот лозунг, а это наша позиция, и это наша ежедневная работа. Причем работа и очна, работа заочно. И вот я, как бы, повторю то, что сказала Юля, это не я придумал. Работа в течение 24 часов без выходных практически постоянно, потому что, ну, Юля, наверное, как бы, да, скажет, что она немножечко в курсе потока, который к нам обращается практически из всех стран и континентов, вот, учитывая еще и разницу во времени, скажем так, да, вот, и, ну, Юль, я не знаю, я вот сейчас спрошу, наверное, ты когда-нибудь у кого-нибудь из родителей слышала, что отказали, не ответили, сказали, это невозможно, сказали, это вообще нас не касается, оставьте нас в покое, или что-нибудь в этом духе? Нет, такого я не слышала. Да, я слышала такого, что Давиду тяжело дозвониться и так далее, но если это действительно какая-то проблема, да, то всегда Давид откликается. А я уже как была, и я знаю, и вас, знакомые с Юсефом, я по всем фронтам начинаю писать, и Давиду и вам есть. Я думаю, что каждый может познакомиться с нами поближе, было бы желание. Нет, никто такого, всегда откликается. Вот, и Юль, уже как бы в довершении, как обычно, да, и традиционная такая, да, наша рубрика, если ты хочешь что-то от себя, без всяких моих вопросов сказать нашим зрителям, сказать мамам, которые к нам недавно присоединились, которые вот нашли Давида, которые вот ищут, которые стоят как бы на распутье, которые вроде бы и хотят, но бояться им это непривычно, непривычно, необычно, что и так все происходит. Есть у тебя что-то вот чисто от себя, чтобы ты сказала ему что-нибудь? Ну, я, наверное, хочу пожелать просто всем деткам исцеления, самое главное. И все, кто нашел в центр БРД, они просто в правильном месте. Вот что я хочу сказать. Ну, вот, спасибо, Юлечка, мы желаем, я знаю, что вы сегодня уезжаете, мы желаем вам счастливого полета, мы желаем вам благополучия в дальнейшем. Ну, и я надеюсь, что новые встречи с вами здесь не за горами, приезжайте в гости, приезжайте. Вот мы вас приглашаем, я вот так хочу спросить, да, что вот ваш приезд, он в этот раз, он вообще, вот как он вам много обошелся, так, по секрету, финансово. Мы приехали вчетвером уже, мы лечились все вчетвером. Да. Нет, ну, во-первых, Давид нас пригласил, да, он нас пригласил так просто, но я как бы так не могу, поэтому какую-то... Только не вас я пригласил. Нет, не только, но это, я не могу этого говорить, наверное, но я скажу за себя, что мы так просто не можем, поэтому мы сделали перевод, вот, а меньше, чем, может быть, я не знаю. Ну, скажем так, столько, сколько у нас было возможности на этот момент. Вот, столько, сколько смогли или сколько захотели, никто не... Ну, какая была возможность на этот момент. Ну, это так, велическое отступление, но, тем не менее, мы желаем вам здоровья и надеемся, что вот в следующий раз вы приедете уже просто не лечиться, просто в гости, просто навестить, да, просто вот отдохнуть. Ну, и мы порадуемся, видя вас здоровыми, счастливыми и понимая, что все-таки наши вот усилия, они, ну, приносят такие результаты. Спасибо большое. Счастливой вам, спасибо за беседу. Всем здоровья, счастья и до новых встреч. До свидания. До свидания.